фактически это технологии цветных революций которые все знают поднять народ завести народ чтобы гражданин отказался работать чтобы гражданин думал только об этом используя аудиовизуальные картинки и провоцирование правоохранительных органов вызвать у него очень сильные эмоции на это было направлено деятельность объединенного штаба и обратите внимание что у всех трех кандидатов не было никакой программы условно говоря как говорили в классическом советском фильме бабам цветы дитям мороженое на этом вся программа заканчивалась то есть вся компания была построена только на эмоциях и негативе к определенным лицам в руководстве страны не шли как таран таран чтобы раскачать и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию шли с лозунгом перемен но когда вопрос вставал каких перемен детально на этом все заканчивалось ну перемен а всем понятно что перемены так не осуществляются это определенный процесс растянутый во времени сейчас мы видим что это деструктивно что это было деструктивно есть деструктивно и всегда будет деструктивно потому что критику я предлагаю а предлагая действует саша три процента тут решили использовать старую технологию чем больше ложь тем больше в нее поверят поэтому решили 45 это многовато а вот 3 в самый раз и зашло на ура молодежь всегда выходит потому что она за любой кипиш кроме голодовки поэтому как только есть какое-то событие сразу будет молодежь а лозунги уже это дело вторичное то есть можно любой вложить абсолютно хоть хай гитлер ну такой уже это слишком радикальный пример да некорректно но любой вменяемый лозунг можно вложить а белые ленточки это просто контрол-ц контрол-вест цветных революций которые были в других государствах белые ленточки это от навального очень эффективно заходит на ура этот цвет очень позитивный то есть он дарит позитив настрой хороший он ассоциируется с чистотой и добротой тем самым все люди выходящие с белыми ленточками они кажутся и себе друг и друг другу и другим чистыми добрыми светлыми самыми лучшими помыслами и намерениями все пошло совершенно по другому сценарию и это сценарий цветной революции очевидно что главными бенефициарами того что происходит на улицах являются третьи силы и эти силы находятся за пределами территории республики беларусь не все считают что беларусь должна быть суверенной независимой не все считают что она должна на равных вести свою внешнюю политику и на равных разговаривать с такими странами китай соединенные штаты америки российская федерация именно эти деструктивные силы и хотят привести нас к катастрофе и уже именно они начали рулить нашей молодежи я имею ввиду всем известные телеграм-каналы находящиеся в варшаве все пошло уже по их сценарию и там в этих телеграм-каналах пошли публикации деструктивные направленности с описанием различных средств сопротивления различных средств самообороны нападения на правоохранительные органы и все прочее 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 на лицо очевидно что третьи силы воспользовались определенной назревший и не разрешившийся конструктивно-конфликтной ситуации чтобы разжечь гражданский конфликт между различными слоями общества более того на розжиге конфликтов они не остановились и перешли уже к конкретному детальному планированию массовых беспорядков на улицах на передовую уже начали выходить не наши коллеги мои коллеги общественные активисты мы были оттеснены анархистскими и около криминальными элементами криминальными элементами которые начали управлять толпой и сводить свои счеты с силовиками к сожалению силовики тоже были спровоцированы и это привело к тому что мы сейчас имеем надо всем кто любит страну кто является патриотом государственником призвать своих детей да и самих уйти с улиц уйти с площадей и сесть за площадки для переговоров со времен полоцкого княжества мы впервые в своей истории оформились как независимое суверенное государство впервые и даже такие радикальные оппоненты руководителя страны как зенон станиславич поздняк даже он осознал что за какими-то беспорядками могут скрываться третьи силы они не обязательно могут быть как запада они могут быть из востока из юга из севера и поэтому когда мы ставим на чашу на чаши весов да то есть отношение к личности и отношение к государству мы должны выбрать государство если мы сейчас не остановимся то мы можем потерять страну а если даже она формально останется то мы будем или жить под плеткой или жить обслуживание обслуживание интерес и обслуживая интересы транснациональных олигархов сейчас все патриоты беларуси в том числе из оппозиции старой новой деструктивной конструктивной любой другой любые люди с альтернативным мнением должны встать на защиту государства лучше всего это сделать с тем лидером проще всего быстрее всего оперативнее всего даже для всего процесса демократизации беларуси с тем лидером который есть сейчас хотел бы пользуясь случаем обратиться к моим друзьям товарищем знакомым всем тем чьими руками делают сейчас цветную революцию в беларуси и разрушают наше молодое суверенное государство давайте все вместе повлияем и не допустим того чтобы этот план третьих сил реализовался поэтому я обращаюсь к своим друзьям знакомым близким к федути александру к рынке вичу игорю к волчеку олегу к максиму знаку коле карач где мне был кунцу к представителям так называемой титульной оппозиции юри губаревичу анатолию лебедько ольги ковальковой к представителям штаба цепкала андрею ланкину к представителям компании права выбора виктора янчуревича к моим коллегам по штабу виктора дмитриевича бабарыка семенцову сергею новикан анне шелик эдуарду сергееву сергею жуковой светлане к самсон чинку сергеевики моих татьяне ребята мы знаем друг друга десятки лет нам не надо допустить развалить нашу страну со всеми проблемами мы разберемся я уверен перемены будут но все это должно произойти не под воздействием насилия и на фоне насилия а в рамках легальных политических процедур ребят давайте остудим свой пыл давайте успокоимся давайте возьмем паузу давайте придем в себя власть открыта к диалогу и этот диалог состоится давайте уйдем с улиц давайте уберем своих детей с этих улиц давайте просто в конце концов хорошенько выспимся и проснемся снова в той беларуси в которой мы жили до 9 августа поэтому время сейчас остановиться время подумать время примириться время вернуться к работе а а а а а Продолжение следует...